Привет, зритель! В этот раз я удостоверилась, что нажала на кнопку и все пишется. Кто рано встает, тому кошка спать не дает. Всю ночь не дает. Дальше стишок продолжит никак. Так как я вчера поняла, что гранола более сытная, чем хлопья овсяные, лично для меня, то надо ее насыпать чуть меньше, чем я вчера насыпала. Кошка, не шизей. Ну, как обычно. Я даже уже не знаю, что там. Ну, наверное, вот столько. У меня остатки кипяченого козьего молочка. Сейчас будут тут, они загрелись. Бианову можно, в принципе, найти на Озон. Но я что-то глянула по цене. Она, во-первых, как я поняла, продавец там не новопродукты, не Бианова. Какой-то типа, как перекупщик. А во-вторых, там цена как-то дороже. Поэтому артикул я оставлю все-таки на Вайберис. У меня тут и молока еще осталось, а? Ну-вы. Сейчас сразу цифория положу. Кошка вообще наглая животная. Я выхожу из душа. На улице как бы, ну, на балконе тем более, как бы не плюс 20, а даже где-то минус 3. По крайней мере, вчера было. Сейчас я сюда еще кипятка горячего добавлю. Ну, в смысле кипяток-то, он и так горячий. В ванной горячей добавлю. Кипятка. И приспищивает сразу на улицу. А я с мокрой головой, которая еще не досохла, в полотенце с халатиком. Ну и что, она истерит. Приходится ее выпускать на воздух. Такой, ну, где-то там у нас сиропчик. Сейчас я сразу все себе налью. Я, бывает, наверное, буду холодной водой. У меня там есть как бы молоко, но я не уверена за его сворачиваемость. Ну, в смысле, может быть, я его налью горячее, а у меня тут будет как кефир. На самом деле, сейчас у меня тут 50 на 50. Половина молока, половина цикория с женщинем. У меня как раз тут, пока я прыгала с губном, я при свете окна сейчас снимаю. У меня слегка намокла эта гранола. Кстати, вчера у меня остатки там этой гранолы осталось. К вечеру я про нее вспомнила, разогрела ее в микроволновке, она вышла как... Как мюсли, которые я варила раньше в молоке. Как конкретная такая овсяночка. Да, я тут это ночью, ну, не ночью, еще вечером, вчера заказала себе свет за 3,5 тысячи. Он был, ну, как бы, уцененка, там что-то коробка шулерванная, все как-то через вот так вот. Виргинома, он чуть дешевле был. Потом он совсем чуть дешевле стал. Потом он обратно как-то подорожал. А тут, смотрю, ну, которая не уцененка, а нормально все запечатано, зафольгировано. Ну, нормально, короче, упаковано. Оно было около 5 тысяч. Смотрю, стало внезапно 3,500 практически. Ну, нам 3,490 с чем-то как-то так. 500 без рубля. 3,500. Я так думала, да, блин, что я тут жду в море погоды. Я все-таки не помираю. Есть у меня что есть, и я заказала себе этот свет. Реально, как овсяное печенье. По вкусу. Такое, когда ты его сам делаешь, или такое, когда, ну, бывает нормальное овсяное печенье. Думаю, надо сразу сюда добавить ложечки-полторы с сиропчиком. Где-то тут было написано рекомендованная подоза. Да, вот, в количестве 2 чайных ложек в день. Для замены сахара. При приготовлении прохладительных напитков в качестве топинга для блинчиков, мюсли, каш, молочных продуктов, мороженого, выпечки. Ну, а я его... Сироп цикория с цикорием. Потому что за счёт джиншэня он, ну, немножко такой горчит. То есть, я его, в принципе, принимаю только один раз во время завтрака с цикорием. Ну, было как-то, что я его просто так по ложечке в день хомячила по-бонусам. У меня сегодня суббота, но вы-то это увидите во вторник. Ибо, как показала практика, мы не всегда побудем. Каждый день получается позавтракать, либо записать этот завтрак. Но, что хлопят, что гранолу, я только с камерой ем. Грючё, наверное, ещё? Да. Казалось бы, зачем мне запивать, когда у меня и так молока тут. Прямо, прям молочный суп. Мне кто-то в камерах писал, я на мыле читала, про что в детстве делали молочный суп. Ну, молоко, макарошки, там, вермишель. У меня есть бабушка, которая до сих пор периодически это варит. Я вот тоже так подумала, сегодня лёжа в кровати между сном и явью, что можно как-нибудь сварить себе молочный суп для разнообразия. Кто-то это кашей называл, а кто-то это супом называл. У меня тогда был молочный суп, он шёл на обед. Там вермишель всё-таки обжаривает в ласке на сухой сковороде, а потом уже варилась. Надо будет сначала макарон наваять в макаронной машине. Как-нибудь. Секорий растворимый молотом, прям как кофе. Я боялась, что будет перебор, что завтраки по будням в отдельном прересте. Но кто-то из вас, зрители, говорил, что это хорошо. Хорошо, что вы это сказали. Мы смотрим в окно. Уже даже и хорошо, что мы смотрим в окно. Правда, тут кусочек яблочка у меня лежит. Мне вчера в ночи приспищило. Яблоко, там кусочек красного был ещё с другой стороны. Здесь может ещё. Вот оно. Это с яблони от моей сестры из пригорода. С сюда дачи. Вкусное довольно яблоко, кстати. Ну, полностью зелёное и чуть-чуть красное. Оно сладкое. И позднее. Мне в одном месте пообещали поздних красных сладких яблок. Но мой велик убрался. на такси туда довольно затратно. Причём, мне кажется, не каждая такси туда поет. Хотя дорогу сейчас туда хорошую сделали, на машине там минут 10 остелы. Ну, или 15. Ну, максимум 20. 15 максимум. Давай уже. Автобус туда. Хрен не знаю, ходит. Чуть ли не одинок день. Ну, пешком довольно далековато для меня. Есть у меня одна подруга, которая периодически жаждет яблок красных. А у неё только Антоновка. Я ей кинула удочку, что вот в том-то месте, если съездите вместе со мной на своей машине, то будет вам счастье и мне тоже. Ну, уж не знаю, как. Ну, по идее, если хотят яблок, то могут поехать вместе со мной, да? К тому же мне как бы сказали, что если я приеду, то мне вот просто так дадут. Только возьми, потому что их много. Я бы в любом случае поделилась. только на велике, что много, допустим, не увезти или увезти, но тяжело. Вот не знаю, может, все-таки ходит автобус какой-то. Там от остановки минут 30 наверно идти. Я бы тогда там бы потусила, даже погуляла бы с футиком. Все. Вот именно такое количество и надо ложить. Чтобы и съелось, а и не осталось. Горячеваста. Немножко. и все равно горьковасто. Хоть я и положила туда этого. Кошка, я временно сниму, поставлю туда, а то оно высохнет и будет как гречка. Хрен от мою. У меня тут есть баночка с вареньем. Может, поесть с вареньем. малиновое. Самопальное малиновое варенье. Я не знаю, есть ли у меня еще баночка или нет. Вроде как еще где-то была баночка. Из частично этой, может быть, даже деревенской малины. Хотя там мало было, я большую часть варенье. если бы я собирала, 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 то сварила бы. Но я собирала и ела. Опа. немножко цикорий. Все равно липкая. Эх. Я вчера наконец-то сканлейтом занялась. Садово-озородное закончилось. В смысле урожайное. Обзорка закончилась. Я даже специально никуда не пишу сейчас. Недельку подождать хочу. И мне, никто пока не пишет. И я не пишу. Слушайте, а прикольно. Малиновое варенье с цикорием, с молоком. Учите, что там еще ложка с горкой сиропа. Я забыла, что я хотела по полторы максимум ложки цикория ложить. А в итоге почти две положила. Полносанок. Сейчас вот после того, как завтрак это смонтирую, буду монтировать обзор маслопресса. А то меня уже подмывает. Поделиться с вами своими мыслями. Маслопресс, который куплен в конце лета. И так как он оказался с браком, то был в ближайшие дни издан. Что, сентябрь? Октябрь прошел. Сейчас уже ноябрь посередине. А я только еще забралась. Как обычно. А ух. покупала тут свинину в местном ряду я не знаю это только наша местная сеть или повсеместная она была очень жесткая я думала что может потому что не отмачивала туда судака и мариновала в кефире и она все равно жесткая я поняла что то просто у них почему-то какое-то стало хреновое свиное мясо за почти 500 рублей за килограмм просто в сравнении в магните килограмм 300 ну в общем почти на 100 с лишним рублей дешевле от мира торг я покупала свинину и она была мягкая у меня также мариновала него суток в кефире варенье куда-то упало показалось сколько цветочек от этих ну жопка от ягодки я купил тогда разбирала но видимо чё-то не так попадалось попалась еще осталось немного так вот решила я что ты нас о котором я всегда как-то его обходила стороной купила не знаю даже почему-то на муж я была в растрёпанных чувствах тогда и поэтому купила это мясо себе я же последнее время если мясо делаю что курицу что свинину я ее крем без всякого гарнира 200 мяса ну так вот мира торгского мир мясо мира торг магните вот этой в вакуумной упаковке килограмм полтора-два свинина но намного лучше мягче и вкуснее чем то которое вроде казалось бы из мясного ряда где вот примут со своего производства своей фермы ли что-то у них со своего мясокомбината мало того что надо внутри дешевле так она еще и действительно мягкая то пришло можно запечь допустим просто ну фольгу там пакет для выпечки в силиконовый мешочек для выпечки форму какую-нибудь там зафигачить и он будет нормально мягкая мясо мясо прям вот двое суток тогда мариновалась на ниточке разваливалась а это блин на можно и замариновать а тут получается маринуешь двое суток из мясного ряда а оно как будто вообще никакое не разжуешь даже у меня огромный такой кусок вот такой там еще чуть поменьше две штуки две трети слопала вот эта мадам не даже сама возьмет называется я от пиливаю себе она уже чуть ли не на голове у меня ну и кидаю я еще не успела разжевать малюсенький кусочек она уже схомячила ох так зрители надеюсь ты поел ну это если хочешь поддержать канал сделай это я скажу тебе спасибо компенсируешь мне чуть-чуть мои траты в канал в технику но это пока а